Ко дню победы в столице Заполярья появится еще один мемориальный объект. Это памятник воинам полярной дивизии, солдаты которой в ожесточенных боях остановили врага всего в нескольких десятках километров от города. Как будет выглядеть мемориал, узнала наша съемочная группа. Работа над памятником воинам полярной дивизии началась еще в 2016 году. С инициативой его создания выступила общественная организация Содружества городов-героев. Идею поддержали мурманчане. Мемориал будет установлен на народные деньги. Заказ на создание макета получил скульптор Александр Аштентьев, которому тема войны очень близка. Когда работаешь, это очень большая ответственность. И перед вами, и перед самим собой, и перед людьми, которые будут приходить. И перед памятью тех бойцов, которые остались лежать здесь на Кольском полуострове. Все, что мог, я сделал это со своей стороны. Но работа она еще не закончена. Плечом к плечу стоят два человека в военной форме. Рабочий и красноармеец. За спиной которых карта Кольского полуострова. Таким будет будущий памятник. Установить его планируется на аллее полярной дивизии, расположенной в северной части проспекта Героев-Североморцев. Для соблюдения достоверности при создании макета скульптору помогали поисковики и краеведы. Перед мастером позировали участники военно-исторического клуба реконструкции «Титовский гарнизон». Поэтому каждая деталь одежды и оружия созданы с педантичной точностью. Например, на ремне можно посчитать число язычков. Когда мы начали работу в 2016 году, была определена дата установки. К сожалению, мы знаем, что ветераны, участники Великой Отечественной войны, уходят из жизни. У нас, к сожалению, в июле ушел из жизни Маркелов Виктор Федорович. Это, кстати, последний был участник полярной дивизии. И когда мы начинали эту работу, мы с ним хорошо были знакомы, он сказал, построите памятник 9 мая 2020 года, чтобы мы успели положить цветочки. Такая жизнь, к сожалению, в июле ушел из жизни, не успел этого сделать. Но дата была определена, и вся работа Совета депутатов настроена, чтобы к этой дате в Мурманске появился памятник. Уверен, что памятник будет главным событием 9 мая открытия этого мемориала. В планах Совета депутатов учредить еще одну памятную дату, связанную с историей полярной дивизии. Сейчас рассматривается несколько вариантов. Один из них — 11 сентября, день первого боя дивизии.